Итак, мы представляем фильм Александра Смолка и Сергея Зайцева «Союзники». Фильм очень интересный, документальный, насыщенный интереснейшим документальным материалом, сделанный профессионально. И, что очень интересно, он посвящен необычной интересной теме, теме союзничества британских, американских и российских солдат в годы Второй мировой войны. Теме, к сожалению, не так широко освещаемой, как она этого заслуживает. И, я бы даже сказал, в последние годы полностью забытой. И вот я, когда смотрел этот фильм, довелось смотреть его несколько раз, смотрел с неизменным интересом, каждый раз, где-то в середине фильма задавал себе вопрос, а как такое могло случиться, что пройдет несколько десятилетий, и это союзничество канет в лету, будет забыто. Да что там союзничество? Сама история Второй мировой войны будет полностью переписана таким образом, что дети где-то в каком-то американском штате на вопрос, а кто с кем воевал в годы Второй мировой войны, будут уверенно отвечать. Это американцы боролись против двух тиранов Сталина и Гитлера. Забыты-то будут совершенно очевидные вещи, очевидные, бесспорные для современников. Вот мы несколько лет назад сделали такую книжку «Сталинград. Город из стали». Это выдержки из очерков, репортажей британских и американских корреспондентов военного времени, так или иначе связанные со Сталинградом. Там много интересного. Но главное, во всех этих репортажах лейтмотивом одна главная мысль – судьба войны решается на Втором фронте. Пишут люди разных убеждений, далеко не только левых, даже совсем не левых, но они пишут совершенно очевидные для них вещи. И когда, наконец, происходит разгром немцев под Сталинградом, лейтмотивом через все эти очерки и репортажи звучит мысль – конец войны, не минуем, победа будет за нами. Ну вот, и такой вопрос, а что же со всем этим делать, вот с этим переписыванием истории? На мой взгляд, только одно – продолжать говорить правду и делать это так же ярко и талантливо, как делают в своем фильме Александр Смолко и Сергей Зайцев. А вас всех я поздравляю с тем, что у вас впереди час увлекательного просмотра фильма «Союзники». 25 апреля мы отмечаем одну из важнейших дат в истории Второй мировой войны. В этот день, в 1945 году, произошла историческая встреча войск союзников и Красной армии. Произошла она по течению реки Эльбы, недалеко от небольшого городка Таргау. К этому моменту войска союзников уже находились на территории Германии и поджидали выхода на определенные рубежи Красной армии в соответствии с Ялтинскими договоренностями о совместном взятии Берлина. И это был важнейший момент и стратегически, и тактически, для того, чтобы дальше двигаться уже скоординированно. В истории много впечатлений об этом событии, документальных свидетельств, как, собственно, люди встречались со стороны американцев и со стороны красноармейцев, какие были трогательные эти моменты. Но для нас, вот из нашего исторического далека, наверное, важнее отметить другое. Вот этот дух Эльбы и дух Ялты, дух союзничества, он очень быстро был утрачен. Разными путями пришла Красная армия и союзники к маю 1945 года. Но еще дальше пути эти разошлись после 1945 года. И, безусловно, сменивший умершую весной Рузвельта Трумэн и всегда очень осторожно относившийся к внешнеполитическим успехам СССР, Черчилль боялась укрепления позиций СССР в мире. И Черчилль уже к этому моменту вынашивал планы операции «Немыслимые». А в 1946 он уже произнес фултонскую речь. И дух Ялты, и дух Эльбы сменился духом Фултона. И вот нам сейчас, с нашей исторической дистанцией, иногда даже кажется невероятным, вот то историческое сближение, то союзничество, которым были отмечены последние два года Второй мировой войны, 1944 и 1945. После Фултона произошло создание блоков, НАТО вышло на линию Кирзона. Очередной виток противостояния мы наблюдаем вот сейчас. И поэтому, думается, совершенно иначе будет восприниматься как некий упущенный исторический шанс. Та история, которая рассказана в фильме Александра Константиновича Смолка «Союзники». И именно к дате встречи на Эльбе мы бы хотели приурочить вот этот просмотр совершенно незаурядного документального фильма. Что бы ни говорили сейчас о Второй мировой войне, эта война была за выживание народов, за сохранение государственности. Это была война за жизнь против смерти. И лучше всего это понимали те, кто прошел горнил этой войны. Воины разных стран, участвовавших в этой войне, участвовавших в сражении. Мы знаем массу примеров военного сотрудничества. Это и арктические конвои, которые шли под бомбежками и вражескими атаками в северные порты Советского Союза. Это и легендарная деятельность французского авиаполка, который получил название Нормандия при своем формировании в честь наиболее пострадавшей французской провинции от оккупации, от германской оккупации. А после форсирования Немана и освобождения территории современной Литвы приказом Верховного Главнокомандующего Советской Армии получил почетное звание Неманского и вошел в историю под названием Нормандия-Неман. Это и героическая высадка союзников на побережье Нормандии летом 1944 года, когда была форсирована сена, освобожден Париж и началось продвижение к франко-германской границе. И наивысшая точка этого военного сотрудничества, военного союзничества, это встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года. Тогда казалось, что эта война будет последней и ничто больше не омрачит радостного ожидания мирного будущего. К сожалению, память об этом народы мира хранят очень плохо. И вся беда в том, что уходят вот те солдаты, те воины, которые прошли, прожили это тяжелое время. Потому что пока они были живы, никто не смел искажать историческую память о той войне. Никто не смел искажать характер той войны. Они на собственном опыте понимали и знали, что большую беду можно победить только сообща. У создателя фильма, который мы вам показываем, во время создания фильма «Союзники» родилась прекрасная идея о создании памятной даты воинского братства, воинского союзничества, которая бы заставляла людей вспомнить о том, как важны совместные действия для того, чтобы сохранить мир на Земле, сохранить жизнь, для того, чтобы обеспечить нормальное существование каждого человека. И, конечно, наилучшим вариантом для провозглашения такой даты было бы, конечно, 25 апреля в честь о той высшей точке военного братца, которая вылилась в соединение двух освободительных фронтов, 1-го Украинского фронта, Советского Украинского фронта и одной из армий США. Фонд исторической перспективы всегда поддерживал эту идею, и мы неоднократно выступали даже, ну, что ли, иницираторами проведения разных мероприятий в этот день для того, чтобы эта мысль вот о необходимости такой исторической памятной даты утвердилась бы в обществе. Мысль эта носится в воздухе, мы не одиноки в своих стремлениях, мы знаем, что в этот день периодически кто-то призывает к высаживанию деревьев как память о том, чтобы не забывать о подвигах наших отцов и дедов и сохранять преемственность поколений. Кто-то проводит какие-то реконструкции или мероприятия возрождающие память о тех событиях, а вот мы решили напомнить об этой инициативе показом замечательного фильма «Союзники», где как раз и проводится красной нитью вот эта мысль о том, что люди, которые делили хлеб и патроны на полях сражений, навсегда запомнят и передадут будущим поколениям вот эту память о необходимости ценить единство, ценить общность в противовес тому, что разделяет людей и народы.